МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство в Сыргуте мужчину застрелили на территории управления капитального строительства Сыргутского района, а затем закопали. Скандально известная Рая Мамедова записала видеообращение к азербайджанцам. Его опубликовали на зарубежном сайте. Теперь подсудимой грозит ужесточение, меры пресечения. И серия ДТП на трассах Югры. В одном из них погибли три человека. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Сыргуте-Югре в студии Дмитрий Круковец. В Сыргуте двое мужчин из-за давнего конфликта убили оппонента, а тело закопали. Сыщики расследуют уголовное дело, заведенное в конце декабря. Тогда в полицию обратилась женщина и заявила о пропаже 42-летнего сожителя. Оперативники установили возможных причастных. Это двое мужчин 36 и 37 лет. Они, как сообщили в Следственном комитете, обманом заманили потерпевшего на территории муниципального казенного учреждения управления капитального строительства Сыргутского района на улице Технологической. В одном из производственных помещений прогремел выстрел. Злоумышленники совершили убийство мужчины путем выстрела из заранее приобретенного пистолета. После чего, с целью сокрытия следов преступления, поместили тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопали на глубину около двух метров недалеко от места убийства. Злоумышленники задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По ходатайству следователи обвиняемые заключены под стражей. В Сыргутском районе пресекли деятельность экстремистского сообщества. Сыщики Следственного комитета совместно с сотрудниками Росгвардии, Управления ФСБ России по Тюменской области и полицейскими задержали шестерых участников подпольной организации. В наручниках оказались жители Сыргута и Сыргутского района в возрасте от 43 до 72 лет. Ячейка действовала в ленторе. По версии следователей, члены этого формирования желали изменить государственное устройство в Российской Федерации, негативно относились к системе органов власти, поэтому и создали экстремистское сообщество. В прошлом году занимались дискредитацией органов власти, устраивали провокации, увлекали в ячейку новых участников и погружали их в свою идеологию. Один из организаторов в мае 2022 в комментариях в соцсетях призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительной системы. Пройдены обыски в 12 помещениях в городах Лентор, Сыргут и Самара, где обнаружены и изъяты листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, а также иные материалы экстремистского содержания. Троим из подозреваемых избрано мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении еще троих направлены в суд ходатайства о заключении под стражей. Следственные действия продолжаются. Сыщики выявляют возможные дополнительные эпизоды противоправных действий участников сообщества и иных фигурантов. Скандально известная в Сыргуте и за его пределами Рая Мамедова привлекла к себе внимание Федеральная служба исполнения наказания. Все дело в видеообращении, которое женщина адресовала азербайджанскому народу. Однако делать этого не могла, поскольку в отношении нее судом была установлена мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, на общение со СМИ и на пользование глобальной паутиной. Тем не менее, ролик с Мамедовой опубликовал зарубежный интернет-портал. На записи женщина попросила у жителей другого государства помощи и поддержки. В четырехминутном видео она выдвинула свою версию событий, произошедших в июне прошлого года в общедомовом чате. Цитирую. «Я была зла и оскорбила ради детей». Почему ради детей? «Они в интернете распространили ложную информацию о том, что мои дети сломали лифт». Конец цитаты. Летом 22-го после публикации той намного более обширной переписки с обилием нецензурных слов в соцсетях, напомню, против Рая Мамедова, и возбудили уголовное дело об оскорблении по национальному признаку. Сейчас женщина обвиняет суд и прокуратуру в коррупции и убеждена, что ее хотят отправить в тюрьму. «Прошу вас, помогите мне, поддержите меня, чтобы мои дети не попали в здешний детский дом, либо я в тюрьму не попала, так как по закону я не должна попасть в тюрьму. Но прокуратура деньгами подкупила, хочет четыре года тюрьмы дать». В ролике «Рая Мамедова говорит на азербайджанском языке точность перевода», подтвердил бывший адвокат подсудимой Амил Абасов. Отмечу, что прокуратура на последнем заседании в конце декабря просила для женщины три с половиной года условного, а не реального срока. На подсудимое изменила позицию, и если раньше полностью раскаивалась в содеянном, то накануне Нового года вину признала лишь частично и попросила вернуть дело на дорасследование. Заявила, что у нее не было намерения обидеть всю нацию. Между тем, публикация этой записи для «Рая Мамедовой» может быть чревата. Ее бывший адвокат Амил Абасов рассказал журналисту «Сургу-24», что ролик увидел еще в конце декабря и пытался объяснить последствия размещения видео в СМИ. Однако Мамедова, по его словам, советов не послушала. Указал на то, что публикация данной в виде обращения может ухудшить ее положение. Вопрос возникает у представителей азербайджанской диаспоры «Сургу-24». Она на виде обращения говорит о имени азербайджанцев. Такого права ей никто не давал. Говорит о каких-то притеснениях, которых никогда, никогда ни в Сургуте, ни в Югре не было. Следующее судебное заседание по делу Рая Мамедовой запланировано на 25 января. Но, возможно, ведомству женщине придется явиться и раньше. В Федеральной службе исполнения наказаний телеканала «Сургу-24» подтвердили, что передадут документы, где зафиксирован факт нарушения меры пресечения, установленные во время следствия. Материалы направят в суд для принятия решения о возможном изменении степени ограничения личной свободы подсудимой. Дата этого заседания не определена. А в Нефтьюганске 17 января загорелся центральный рынок. Пламя охватило сначала один павильон, затем еще несколько. Вызовы присвоили повышенный уровень сложности. Первое прибывшее подразделение смонтировали магистраль для подачи воды на тушение, окружили очаг и справились с возгоранием за 20 минут. Это довольно быстро, учитывая плотность торговых рядов и площадь, на которой огонь успел распространиться – 200 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, пострадавших нет. Более того, торговцы во время тушения пытались попасть в зону ЧП, чтобы вынести на улицу товар в дело, пишут в соцсетях. Приходилось вмешиваться охране и полицейским. Причины возгорания устанавливаются. В Хантамансийском районе произошло ДТП, в котором три человека погибли. В седьмом часу утра 18 января на 120-м километре автодороги Югра столкнулись Газель и Хина. По данным полиции автономного округа, отечественный микроавтобус выехал на встречку. В результате аварии водитель и 38-летний пассажир Газели, а также водитель грузовика погибли. Из четырех человек в салонах машин выжил только пассажир отечественного микроавтобуса, он госпитализирован. А на 499-м километре трассы Тюмень-Хантамансийск за Солымом массовое ДТП столкнулись три фуры. Сообщается как минимум об одном пострадавшем. Все машины после случившегося вылетели в Кювет. Обстоятельства этой аварии пока устанавливаются. В ГИБДД просят водителей быть осторожнее при движении по загородным магистралям. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в нашу группу во Вконтакте. Также читайте наши новости на сайте www.indefisnews.ru и в телеграм-канале ОМЕДИА. Я, Дмитрий Круковецов, прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин